Здравствуйте, дорогие друзья, и доброго времени суток! Это очередной ролик по Mortal Kombat Unslaught! Сегодня мы будем смотреть на персонажа Саб-Зиро. Многие просят Саб-Зиро. Саб-Зиро стал лидером в голосовалке, которую я недавно организовал, да? Ну, по поводу того, кого вы хотите увидеть в следующем обзоре, в следующем первом взгляде. Поэтому, ну, Саб-Зиро так Саб-Зиро, значит, смотрим на Саб-Зиро. Уже десятый бой открыт. Это говорит о том, что мы начнем по моей какой-то там выдуманной системе. Сначала мы посмотрим на то, как ведет себя Саб-Зиро в режиме истории. Я уже его выбрал, как вы видите. И потом отправимся еще на пару боев в режим схватки с боссом. Посмотрим, насколько он там пригоден. Потому что, ну, режимы так или иначе разные. Естественно, в начале ролика мы с вами изучим, что такого умеет делать этот всеми любимый синий морозный ниндзя. Пассивная способность называется ледяная броня. Конечно, креатив так и прет. В Mortal Kombat Mobile, по-моему, у кого-то уже называлась так пассивная способность. У кого-то из Саб-Зир. А может быть, у Sony Blade холодная война называлась так пассивная способность. Ну ладно, бог им судья. Значит, ледяная броня дает на первом уровне плюс 5% к защите персональной. То есть, пассивная способность Саб-Зиро работает исключительно на него одного и ни на кого больше. Саб-Зиро никого не усиляет. Сейчас вам продемонстрирую, сколько будет на максимальном уровне. На пятом уровне плюс 25% к персональной защите. Это пассивная способность Саб-Зиро. Дальше. Специальный прием. Ледяная тундра. Frozen Tundra, да? Леденящая тундра. Как угодно может быть. Значит, когда накапливается спецприемчик, вы когда его используете, он обладает такой небольшой круговой зоной. И все, кто находится в этой круговой зоне, получают 373%. Точнее, извините, это на втором уровне будет. На первом уровне 345% от основных параметров атаки Саб-Зиро. Плюс еще и накладывается на всех, кто попал в зону действия спецприемчика, эффект заморозочки. Заморозка длится либо 3 секунды, либо на протяжении того, что вы снимете 15% от максимального здоровья вашего противника. То есть, либо снимаете 15% с противника, либо противник просто 3 секунды стоит замороженный. Ну, вот так, вот так, да. И камбушечки нашего Саб-Зирушки. Значит, во время того, как Саб-Зиро будет использовать свои камбы, вот у каждого персонажа есть два вида камбух, вот. Один из этих видов будет заключаться в том, что он может использовать насмешку, и эта насмешка увеличит стойкость. Значит, дамаг от второй камбушки 101% от основных параметров нашего Саб-Зиро, собственно говоря, да. Атак, атаки параметров именно. Перезарядка 12 секунд именно вот этой камбушки с насмешкой. Но, типа, типа как-то так. Пока что я не совсем понимаю, что значит насмешка действует на одного, или насмешка действует на нескольких врагов. Непонятно, честно говоря. Я поиграл за Саб-Зиру, естественно, еще и перед тем, как начал ролик записывать. Но что конкретно дает эта насмешка, кроме того, что она усиляет стойкость Саб-Зиро? Ну, вот конкретно против врагов что она дает, да? Непонятно. Ладно, сейчас отправляемся в бой. Я вам сейчас наглядно все продемонстрирую. И, может быть, найдутся умники, которые в комментариях напишут, что дает, какой эффект именно насмешки на врагов дается. Или накладывается от Саб-Зиру. Потому что мне непонятно. Ну, то есть, вот она эта насмешка сейчас, кстати, была. Он такой, знаете, в позу такую, как Котальканыч становился. И, типа, сейчас у нас усиленная стойкость. И вот что-то, что-то, что-то еще должно было произойти с нашими врагами. Не знаю, может быть, когда Саб-Зиру делает... Не буду пока делать спецприемчик. А может быть, когда Саб-Зиру делает вот эту насмешку, может, он, типа, привлекает к себе врагов, типа, на себя вызывает. Может быть, может быть, потому что там на максимальном уровне прокачки этого спецприема... Так, алло, дайте спецприем сделать. И, внимание, вот, заморозил всех. На максимальном уровне прокачки вот этой комбушки саб-Зиручной там написано, что насмешка действует на всех четырех противников. Но каким образом, непонятно. Зона у нее тоже, видите, такой кружочек, как и у специального приема Саб-Зиру. Добивают Джейд сразу. Зачем затягивать бой? Саб-Зиру там как бы сейчас отлетит, по-моему, да? Нет? Ага, насмешка опять. Стойкость увеличена. Это я понимаю. А что происходит с миньоном, с ботом, в то время, как мы используем насмешку? Этого я не понимаю. Вот просто не понимаю. Не знаю, этого не написано. Об этом не написано нигде. Нормально. Победили. Типа победили, да? Ну, а теперь можно отправиться в режим схватки с боссом. Единственное, что забыл я еще, знаете, на что посмотреть? На то, какому типа классу принадлежит Саб-Зиру. Саб-Зиру у нас танк и защита. Но игра таковым его диктует. Но чисто теоретически может быть, потому что у него же есть вот эта повышенная стойкость. Да, стойкость это, я так полагаю, стойкость к различным отрицательным эффектам. Знаю, там поджог, кровотечение, яды и так далее. Да, стойкость типа вроде как неплохо. И танк. Ну, хпшки у него в принципе действительно достаточно. Вот мы смотрели на Китану в прошлом видео, да? Она тоже у меня на 10 уровне. Никакого снаряжения, никаких реликвий. У нее здоровье 13600, да? А у Саб-Зиру на том же 10 уровне с теми же тремя звездами тоже нет никакого снаряжения, никаких реликвий. Хпшки уже целых 20 тысяч практически с половиной. Ну да, типа танк, наверное, да? Танк, он же должен максимальный дамаг в себя впитывать, да? Но давайте попробуем посражаться вот здесь. Причем попробуем пойти против Кванчи, потому что... Почему? Сейчас объясню. Кванчи очень активно призывает миньончиков, а нам того и нужно. Нам нужно посмотреть на то, как Саб-Зиру будет справляться с ордой врагов. Потому что вот и его компушка, и его спецприемчик, они направлены типа, ну грубо говоря, на массовое поражение. Давайте смотреть. Получится ли? Ой, тут Кванчи разбил защиту нам, что ли. Получится ли, не знаю. Но я всегда верю в лучшее. Куда без этого? Сейчас Кванчи уже должен вызвать своих приспешников. Я немножко подожду. Ничьи спешилы, вот, я не буду использовать. А вот сейчас, когда приспешники появились, Саб-Зирыча как раз самое то использовать. Прям в гущу запускаю спецприемчик. И заморозилось три из четырех возможных противников почему-то. Хотя, честно говоря, мне казалось, что в зоне поражения спецприемом Саб-Зиру находилось гораздо больше приспешников Кванчи. Это же Они, правильно? Они, Они. Ну добивайте его, добивайте его туда. Кванчи появился. Давайте включу щит солдата Шаукана. А неплохо продвигаемся, в принципе. Заморозочку. Пожалуйста. Опа. Все. И Кванчи ничего не может сделать. Вот не знаю, мне кажется, что заморозка у солдата Лин Куэй, у вот этой девицы в зимнем наряде, мне кажется, она более как-то плодотворнее, что ли, работает, чем у Саб-Зиру. А че не могу использовать, алло? А че не могу использовать? Вообще ничего не понял. А почему я не мог использовать спецприем Саб-Зиру? Не, ну Они, они там поджигают на каком-то этапе? Может, у меня типа просто энергии не хватало? А, все, я понял, почему не могу использовать. И вот здесь, видите, один из минусов этого персонажа, то, что его спецприемом можно пользоваться только там, где он находится. То есть, ну вот я играл за Джонни Кейджа. Блин, так неудобно палец играть, держать. Делаю уже спецприем и продолжаю свою речь. Вот я, допустим, играл за Джонни Кейджа, я играл за Соню Блейд, да за кого угодно. И когда у вас появляется возможность сделать спецприемчик за того или иного персонажа, вы выбираете зону поражения этим самым спецприемом. В случае с Саб-Зиру вы, получается, не можете выбрать зону поражения, потому что вы можете поразить только близлежащую к вам окружающую вас среду. Ну, сейчас вы видели, да, я в первый раз подумал, что может что-то пошло не так, может быть я просто потерял энергию и игра не давала возможности мне сделать этот самый спецприемчик. Но, как видите, оказывается нет. Оказывается, проблема не в том, что у меня не было энергии на выполнение спецприема, а проблема в том, что его можно делать только рядышком. Вот максимально рядышком с собой же. Хм. Ну, вообще, конечно, не очень удобно, потому что, знаете, я когда прочитал описание, что Саб-Зиру может там заморозить своих противников на несколько секунд, либо же до того момента, пока противник потеряет определенный процент хпшки, да, я думал, что, ну, блин, а вроде как удобно, да, потому что заморозочку можно запустить в какую-нибудь гущу врагов, и пока они там секунд пять постоят и ничего делать не смогут, ты сможешь подраться с кем-нибудь другим. Это было бы удобно, да. А так, если Саб-Зиру запускает свой спецприем только вокруг себя, ну, тогда он типа не совсем удобный. Вам не кажется ли так? Потому что, ну, бывает очень часто так, не знаю, как у вас, у меня бывает. Иногда боты накидываются на одного твоего какого-нибудь союзника, да, и ты не знаешь, что делать. Вроде как и выстроил их правильно, а боты вот решили массово загасить одного из твоих бойцов. И вот Саб-Зиру в этом случае был бы крайне удобным, чтобы спасти, типа, да. Ну, я думаю, вы понимаете, что я имею в виду. А теперь вот, ну, я не знаю, а какой смысл тогда в этом спецприеме Саб-Зиру? И тем более, он, видите, он по радиусу, то есть чисто теоретически Саб-Зиру должен находиться в гуще событий, чтобы максимально использовать правильно этот спецприем и актуально использовать его, да. А получается, что Саб-Зиру не может использовать свой спецприем там, где он вот прям действительно нужен. Не знаю, не знаю. Ну, правда, вот все персонажи, которыми я играл, абсолютно все персонажи могут делать спецприемы там, куда ты укажешь. Вплоть до того, что Китана, помните, в прошлой серии я случайно нажал на ее спецприем, и Китана выпустила спецприем вообще в какую-то свободную зону локации, там, где вообще не нужен был, собственно говоря, этот самый спецприем. Ай, блин, а вот здесь, да, вот здесь меня подожгли, и здесь я просто не смог сделать спецприемчик. Кстати, когда тебя здесь поджигают, в этой игре, в принципе, как и в Mortal Kombat Mobile, если тебя подожгли, у тебя постепенно начинает иссякать энергия для выполнения спецприем. Вот опять, но я бы запустил сейчас вот сюда Саб-Зиру, видите, да, куда я показываю? Вот сюда я запустил бы сейчас Саб-Зиру, чтобы спасти солдата Шаукана, потому что если бы несколько секунд миньоны Куан-Чи постояли бы замороженными, я бы добил миньона, против которого сейчас, в данный момент сражается Саб-Зиру, и как раз очень вовремя подоспел бы на помощь солдату Шаукана. Вот такая тактика могла бы сыграть, да? Но не может, но не может эта тактика сыграть, потому что я не могу сделать этот самый спецприем, и солдат Шаукана, получается, у меня все просто отлетает. Короче, максимально глупо, как по мне. Причем непонятно, почему у всех предыдущих персонажей, за которых я успел поиграть, есть возможность выполнять спецприем там, где тебе удобно. А вот у Саб-Зиру нет такой возможности. Странно. Максимально странно. Причем, ну вот, Джонни Кейдж, да, он делает там свой коронный удар по яичкам, и для того, чтобы достать до своего противника, если он далеко стоит, Джонни Кейдж пользуется тем, что он делает удар тени на лету, и просто подлетает к своему противнику. Ну, как бы они же вышли из ситуации, да? А с Саб-Зиру вообще гораздо все проще. Он бы мог просто отправлять этот ледяной шар, посылать его в нужной траектории. И все. И та же самая зона действия по радиусу могла бы оставаться, когда этот шар прилетал, в принципе, в то место, куда мог бы. Что-то, смотрите, мы в этом бою вообще зафейлились. А я действительно считаю, что если бы тогда я смог сделать заморозку на миньонах Кванчи, на Они, да, тогда, где нужно мне было именно конкретно, я бы смог победить, потому что потом у меня перезарядилась бы хилочка от тени, и я бы захилил бы и Саб-Зиру, и солдата Шаукана, и тогда, соответственно, бой был бы выигран. Но я не буду выходить, мне просто самому интересно, чем это все закончится, хотя, по-моему, здесь все очевидно и невероятно, чем это закончится. Немножко, конечно, еще можно подамажить, но это, да, бессмысленно. Ну, короче, друзья, не знаю, не знаю, вот мне кажется, что Китана несколько повыгоднее персонаж. Ну, правда. Там у Китаны и кровоток открывается, да, от ее специального приема на каком-то из уровней, не помню точно, на третьем или на четвертом. Китана может сбить камбуху вашего врага, а Саб-Зиру, но он какой-то вот типа максимально неудобный и работает только вокруг себя. А вот, допустим, тот же самый Нуб Сайбот, да, он тоже типа танк, но его тень можно призвать в любую точку локации. Вообще никаких проблем. То есть ты дерешься с одним противником, а тень свою отправляешь временно драться с каким-нибудь другим противником, да. А вот Саб-Зиру не хватает мобильности, что ли, но он типа дерется только вокруг себя. У него пассивная способность направлена исключительно на себя, у него спецприем направлен только на себя, он никак не может помочь своим союзникам. Вот хорошая фраза, я думаю, что не так с этим персонажем. Он абсолютно эгоистичен. Он не помогает вам вообще никак. Ну, такое себе не знаю. В общем, вот такой видосик получился по Саб-Зиру. Достаточно спорный этот персонаж, как по мне. Что вы думаете, как всегда, комментарии открыты, вы можете смело писать все, что вы думаете об этом персонаже. И наше мнение может не совпадать. Я имею ввиду мое мнение и мнение, которое вы напишите в комментариях. Но не знаю, максимально спорный персонаж, максимально. Хотя это типа персонаж один из самых главных, да, персонажей во всей франшизе Mortal Kombat. Мне кажется, могли бы ему что-нибудь интереснее придумать. Но не исключено, что этого персонажа как-либо переработают. Напоминаю вам, что это всего лишь первая при первая публичная, ну, относительно публичная, вы понимаете, версия Mortal Kombat Unsload. Может быть, в будущем Sub-Zero станет мега крутым. Но на данный момент я вижу себе один момент, который может исправить и бафнуть нереально этого персонажа. Это то, чтобы спецприем Special Sub-Zero с его ледяным шаром и с его заморозкой можно было делать в любой точке локации. Это же очевидно. Какой смысл тогда от этого Sub-Zero, если он работает только вокруг себя? Ладно, все, я в обсуждении, пошел уже на второй круг. Буду с вами прощаться. Вы были на канале Mobile Gameplay в Mortal Kombat Unsload. Сегодня мы смотрели Sub-Zero. Для меня лично это спорный персонаж. Я, во всяком случае, пока что играть им не буду. А что думаете вы, обязательно пишите в комментариях. Может кто-то уже играет и считает его просто нереально крутым. А я тут фигню травлю какую-то. До новых встреч на канале Mobile Gameplay. В следующем ролике соответственно у нас будет Frost, а через ролик у нас будет Люкан, а там уже будет и новая голосовалка за следующую тройку игроков. В студию пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok